И всем привет, ребят, с вами Страбак, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему продолжению командных контрактов. И сегодня мы вместе с вами пройдем следующую миссию, посмотрим, чем закончился наш предыдущий день, подведем промежуточные итоги, ну и покажу способ выполнения быстрого следующей уже заданки. Если вам нравятся подобного рода видосы, вам нравятся видосы по командным контрактам, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас, строго говоря, в аккаунте Q, устанавливайте ему личный такт, такт, мп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшней миссии, то миссия у нас максимально простая, очередная. Надо просто-напросто собрать 12 ящиков с ремкомплектами в любых матчмейкинговых битвах. Я так понимаю, что это работает как подбор с пола, так и прожатие своего припаса. Поэтому максимально быстро эту заданку мы вместе с вами выполним. Ну, я думаю, что там буквально минута нужна, чтобы все это дело выполнить. Для этого, если вы хотите прям максимально быстро это сделать, то у вас есть два дрона, это механик, либо как раз-таки гиперион. Эти два дрона имеют самый маленький кулдаун на аптечку. Ну, а если вам не так принципиально, то одну матчмейкинговую катку сыграли, ну и все, у вас, в принципе, эта заданка будет готова, и вы дополнительные награды получите. Что касаемо командных контрактов, так, завершился у нас еще один день, и получается я за три дня уже на своих рикошетах заформил 500 очков дополнительных очков. Это значит, что Рикадуи вчера заняли второе место. Заняли второе место, и получается пока что, и Зиндоры заняли первое место вчера, получается, что моя фракция на основном аккаунте заняла второе место, потом заняла первое место, и заняла еще раз второе место. В принципе, наверное, неплохой результат, да, неплохой результат. Что касаемо моей второй фракции на, получается, мульте, то последнее место, второе место и последнее место вчера заняло. Ну а Твинзерин является самой стабильной, я так понимаю, фракцией, которая стабильно занимает третье место, фармит по 100 очков за каждый личный зачет. Что касаемо сегодняшнего дня, пока что у нас рекодуйчики на первом месте, но в очередной раз я не понимаю, как работает статистика события. Если у нас здесь было почти под 50 первые дня, 2 дня процента, то в третий день вдруг проценты стали 13-12, ну что-то вообще непонятное, абсолютно не может быть такое, что за один день прибавилось такое большое количество игроков, которые не выполнили эти заданки. То есть я не верю в это и в очередной раз это подтверждение того, что здесь статистика работает непонятно каким образом и откуда она вообще берется. То есть нет вообще понимания, как она работает, насколько правильно она работает или она вообще просто-напросто берется с воздуха. Есть ощущение в моменте, что она просто с воздуха берется, потому что ну как может быть здесь по 50 процентов, а здесь вдруг бах стало уже по 13 процентов, 12. Не понимаю я, если честно, этого, если вы понимаете, как это работает, можете написать в комментариях к этому видеоролику, что вы разобрались и расписать, как вся эта темка работает. Я до сих пор этого не понял, поэтому мы пикаем вместе с вами матчмейкинговую катку, запикиваемся на регби магистраль, нифига себе меня запикивают в катку, где я самый-самый первый на прогрузке. Давно, если честно, я не запикивался в катке первым на прогрузке. Так, ну и начинаем просто юзать аптечки. По сути, если я правильно понимаю заданку, то мне засчитывать будет любую аптечку, которая у меня имеется. Будь то это мой дроп, будь это моя прожималовая, будь то просто подобранная коробка с пола. Все должно засчитываться целиком и полностью. Ну и за одну матчмейкинговую катку прожать, сколько там, 12 аптечек. Ну я считаю, что это супер маленькое количество, которое 100% реально здесь реализовать. Так, что мы делаем? Овердрайв у нас падает на центре. Попробуем сейчас быстренько забрать эту оверку. Так, попробуем реализовать этот моментик. Но, к сожалению, нас быстро законтрили. Попробуем сейчас сыграть под мяч. Сыграть под контентичек. Сыграть под подборчик. Ну и потом уже сыграть быстренько под доставочку. Чтобы у нас была возможность реализации. Чтобы мы могли все это дело четко законтролить. Ну, либо же сыграть под нашего тиммейта. Чтобы ему немножечко подсаппортить. Здесь было бы тоже неплохо переодеться, по ощущениям. Переодеть резист. Чтобы был у меня уже резист от и вот этих гауссов, и от скорпиона. Чтобы у меня, ну по сути, наверное, был лучший рез на карте. Ну и попутно еще прожимаем эти аптеки. Победочку, если сделаем досрочку, то вообще будет великолепно. Будет еще быстрее реализован бой. Так, по резисту возьмем тогда давайте резист от скорпа и от гаусса. Третий рез я оставлю от рельсы. Рельса это, наверное, та дефолтная пушка, которая пусть будет у нас по резу. Хотя, если честно, я так открываю тап и особо я рельс здесь не вижу. Так, ну и здесь у нас скорпиончик пытается проехать. Чуть-чуть мы ему блокшотика здесь аккуратненько водоем. Пытаемся еще подблочить его, но он сквозь просто лезет. Сквозь лезет, но все равно его немножечко здесь останавливаем. Так, пробуем влететь. Пробуем залететь под брать бы овердрайв на ланауде. Забирает тиммейт. Под него сразу сводочка летит. Под еще одного тиммейта здесь уже ничего не залетает. И он успевает просто прорваться сквозь несколько танков и оформить доставку. Так, пробуем сейчас еще накидать. Пробуем еще накидалову сделать. Сделать тут накидочку. 80% овердрайва, практически 90% у меня уже имеется. Постараюсь реализовать сейчас эту оудишечку. Ну и если наши тиммейты продолжат так доставлять, надеюсь, что я хотя бы эти 12 аптечек успел прожать закатку. Просто если я не успел прожать 12 аптек, то будет немножечко грустновато. Будет немножечко грустновато, если я не успел все это дело вжарить. Так, пробуем прожаться. Здесь такой полупозиции. Немножечко может быть в моменте рисково. Но в любом случае это срабатывает. И третью доставку мы оформляем. Так, 9 минут до конца боя. Попробуем сейчас сыграть уже через еще. Ну в принципе я могу аптечки с каждого респа пускать. То есть пока я доезжаю до базы противника, у меня кулдаун аптечки проходит. На случай того, если я вдруг не успею прожать за такой короткий период времени столько аптек, то у меня как раз таки все это дело сработает 100%. За счет того, что кулдаун аптеки у нас 12 секунд. Или сколько? Или 15 секунд у нас на гиперионе. То есть я каждую минуту могу по 4 аптеки юзать. То есть по сути это за 3 минуты заданка выполняется. Да, если играть без дроповых подборов, то 3 минуты и у нас заданка как раз таки становится готовой. Так, здесь еще ласпик немножечко борьбы хочет показать. Ребята здесь пытаются еще перекидывать, пытаются бороться. Но катка-то уже 3-0. Катка-то уже однокалиточная становится. И шансов у противника здесь что-либо сделать я бы сказал, что нету. По сути мы уже эту катку должны заканчивать досрочно. Ну, может конечно противник немножечко попотеть, постараться здесь какую-то реализацию сделать. Но в любом случае вся эта реализация уже такая, довольно таки гиблая. Если честно, пытаемся выйти на 4-ю доставку. Пытаемся залетать в 4-ю. 4-ю оформляем. Отлично. 4-0 есть. Ну и еще 3 доставочки у нас остается. Могу здесь заюзать в принципе аптечку, которая у меня быстро откэдэшится. Ну и через подбор мяча под левую зонку могу также быстро попробовать доставить еще один мячик. Не буду ехать через право. Через правую зону респов у противника значительно больше. А вот так аккуратно через лево, если бы еще с тиммейта страховочкой газовал бы, было бы просто великолепно. Так, шафт попытается... Нет, все-таки успевает он меня слить. Но в любом случае за мной ехал тиммейт. С приваренной башней тиммейт ехал. И он все равно еще одну доставочку оформляет. Мячи, кстати, у нас как будто стали появляться значительно быстрее. Есть такое ощущение. Как будто раньше там был промежуток времени между каждым мячом. Сейчас я этого промежутка времени не наблюдаю. Да, то есть как будто бы сейчас он прям сразу появляется мяч. И сразу же можно его уже оформлять под доставочку. Так, тиммейт шестой оформляет мяч на доставку. Пробуем реализовать свой овердрайв. Но здесь Хантер успевает бжаться. Даже моя дополнительная аптека меня здесь не сейвит. Отличный овердрайв от нашего Крусейдера тоже на добавочку. Ну и шесть минут до конца. Один последний флажочек у нас остается. Пробуем его здесь доставлять. Доставлять и уже, и уже, и уже оформлять каточку в вкусные денежные прибылевские сырки. Так, идеально. Идеально. Так, ну и та самая заданка с аптеками. Не вижу я ее, если честно. Не вижу я этой заданки с аптечками. А эта заданка с аптечками не выполнилась? Офигеть. Так это реально надо ремкомплекты подбирать с пола? Серьезно? Нифига себе. Так это получается, я не прошел быстрый миссион? Миссион? Опачки. А вот это интересно. А вот это очень интересно. Я-то думал, что здесь все максимально просто. А у нас, оказывается, 12 аптек нужно подобрать именно из дроповых коробок. Ну ладно. Если это дроповые коробки, тогда эта миссия уже становится более сложной. И по сути, наверное, это официально сразу самая сложная миссия, которая есть по заданкам. Интересно, игроки с нашей командой понимают, как нужно выполнять эту заданку? Так, одну аптечку я уже подобрал. Одна есть. Благо здесь у меня карта хорошая. Где у нас этих аптечек довольно большое количество спавнится. А так бы, я бы и не знал бы, если честно. Вот так вот, ребятчики. Вот так вот. Немножечко шокировала меня заданка с аптеками. Я-то думал, что я сейчас быстро все это дело выполню. А тут бам. А вот, кстати, вот этот человек уже понял. Уже понял, что ему надо аптечки дроповые собирать. Да, он уже, я так смотрю, газовал сразу. Исключительно в эту аптеку. Вот так вот. Вот так вот иногда бывает. Но это все, как говорится, связано с тем, что я не знал, как правильно работает это все дело. Ну, тогда мы играем чисто в контроль аптек. Что нам остается делать? Мы пытаемся законтролить аптечки на карте. Забираем еще одну аптеку. Я вижу еще одну аптеку с другого края. Это будет уже четвертая аптека. Благо, конечно, есть карты, на которых этих аптечек много. На предыдущей карте я что-то как-то особо большого количества этих аптек не видел. Так, четыре аптечки я уже законтролил. Ну и, по сути, я могу возвращаться уже на тот спаун, где я забирал первую свою аптеку с карты. Да, первая аптечка у нас была как раз-таки на центре карты. По сути, следующая и должна быть на центре, да. На центре начинает падать. Здесь до центра я надеюсь, что я долетаю. Только не перелетаю. Отлично, забираем пятую аптечку. Забираем пятую дроповую аптеку. Ну и, по сути, немножечко побыстрее. Это дело даже выполняться стало на такой карте, где эти аптеки дроповые падают. Но я так понимаю, что наши тиммейты особо сильно не разбираются в том, как выполняется правильно эта заданка. Так, это уже шестая у нас получается аптечка. То есть аптек я уже подобрал. Противник пытается играть здесь под доставки. Но у меня, к сожалению, в моменте нет возможности здесь законтролить это все дело. Зато у меня есть возможность законтролить дроповую аптечку. Надеюсь, меня не добьет здесь вулкан. Не добивает? Блин. Добил все-таки меня вулкан. Респ довольно близкий к аптечке. Только под эту дроповую аптеку уже играет противник. Так, ну половину я уже собрал. Да, половина дроповых аптек у нас есть. Осталось собрать еще вторую половину аптечек, которые должны падать через верх. Через верх и через респаунчик получается. Ну, пробуем играть. Но не дают мне пока что противники здесь пробраться на зону спауна аптек. Так, пытаются здесь тоже борьбу какую-то показывать. Но надеюсь, что я успею. Надеюсь, что я успею все это дело реализовать. Здесь дроповая аптечка лежит. Лежит. Друг, дай, пожалуйста, ее. Спасибо. Так, там еще дроповая аптека лежит. И на центре у нас начинает падать еще одна дроповая аптечка. Да, усложнили немножко мне задание. Я, честно говоря, немножко даже не ожидал. Не ожидал, что могут делать заданку именно на подбор коробок. Да, то есть в моем понимании здесь именно должно было работать все таким образом, что ты можешь и дроном все подобрать, заюзать. А тут получается у нас заданка целиком и полностью направлена именно на подбор дроповых коробочек. Да, с одной стороны это значительно интересней. Да, то, что тебе надо немножко постараться, покататься, пособирать дроп. Но, с другой стороны, это немножко неожиданно. Да, для меня лично. Так, еще одна дроповая здесь падает. Ладно, я прожму здесь овердрайв, чтобы меня вулкан этот не набрил. Ну, это что-то какой-то очень жесткий, ярый челик, который постоянно мне здесь на фокус накидывает супер много. Так, ну и у нас осталась последняя круговая раскурка, по ходу дела. По ходу дела у меня больше уже, ну, где-то, наверное, четыре. Может, аптечки осталось. Четыре аптечки осталось. Сейчас через левую зонку заедем, заберем вот эту аптечку, которая должна сейчас падать. Благо, есть карты, где хотя бы этих аптек много падает, да? А то, если у нас карта там, где одна аптечка дроповая сыпет, то представляете, сколько вам надо действий сделать, чтобы подобрать 12 таких аптек. Да, то есть вы уже значительно-значительно дольше будете все это дело выполнять. Значительно больше времени потратите. Интересно, эти игроки вообще понимают, зачем я собираю дроповые аптечки. Чел вообще негодует немножечко. Офигевает с того, что я просто взял и подобрал дроповую аптеку, будучи на фулл хп. Так, и у нас, кстати, счет уже 0.6. Катка у нас турбосливная. Другой вопрос, успел ли я за эту турбосливную каточку подобрать все нужные мне аптеки. По идее, да. По идее, уже где-то около 10 я точно собрал. Сейчас посмотрим. Там у нас верхняя дроповая, возможно, еще осталась. Вау, здесь противник меня контролит. Верхняя дроповую забрали. Не оставил там никто эту аптечку. Так, и противник влетает в последнюю доставку. Ну, смотрим, выполнил ли я сейчас эту заданку. Или она у меня не засчиталась. Да, есть 12, я вижу. 12 припасов за эту катку я уже собрал. Ну, вот так вот, ребяточки, бывает, когда ты не совсем полностью разобрался в том, как работают заданки. И не знал, что здесь не работают дроны. А нужно именно все эти припасы собрать с пола. Но для вас это будет уже, для тех, кто еще не прошел, более простым действием. Да, теперь вы знаете, как это все дело проходится. Сможете значительно быстрее это выполнить. Но я потратил самый долгий период времени на выполнение заданки. Ну, если не считать, конечно, заданку со звездами. Но со звездами там, в принципе, просто долго выполняется. А тут, как бы казалось, легкая заданка. А на самом деле я потратил на нее вот столько времени. Пишите, что вы думаете по поводу контрактов, по поводу того, как они вот начисляются. Исходя из того, что я увидел и тот вопрос, который я задал в начале видеоролика. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.